Подсолнечная кухня Хлеба было у меня через черного водички в кастрюльке Осталось как бы... Ну ничего, на окрошку нам вполне этого достаточно Я просто люблю делать большее количество, чтобы хватило и попить, и поесть Пока что квас у нас есть В кастрюле варятся яйца и картошка Пока у меня будет вариться яйцо и картошка Я буду нарезать кубиками огурчик Зеленый лучок я буду нарезать И колбаску У меня копченая польская колбаса Она не очень жирная, для окрошки она подходит очень хорошо Если вы любите варенку, режьте варенку Если вы любите вареное мясо, моя мама любит делать с вареным мясом То вареное мясо Ну и естественно мы будем добавлять зелень Которая у меня тут вся хранится Укропчик и петрушечка Начинаем все рубить Перед тем, как я начну все нарезать Я вылью квас Вот эту вот миску В которую я буду всю нарезку складывать Зачем? Я просто люблю, чтобы квас уже начинал Убирать в себя все ароматы Зелени и всех остальных продуктов Вот я его туда подсаливаю Он у меня такой вот коричневый делается Квасик я сделаю видео отдельно Просто я как бы вспомнила про него последний момент И я не планировала его делать Пока как бы на нас не напала эта жара дикая Я поняла, что я просто ничего больше другого есть не хочу И даже на улице на гриле ничего жарить не хочу Я просто хочу что-то холодное достать из холодильника и поесть Ну сейчас в ход идут капустные салаты всякие Вот это вот мы едим А, днестровские салаты Салаты с цветной капустой То есть это выручает такую жару Ну, хочется какого-нибудь такого супика А суп этот у меня едят все Муж еще как муж А Лиля моя обожает окрошку Она даже зимой просит меня сделать окрошки Я не люблю делать ее на простокваше То есть я делала Она мне выглядит опять-таки неопрятно Потому я люблю, чтобы у меня был такой прозрачный типа бульон Вот, такого цвета приятного И на сыворотке я пыталась делать, мне ничего не нравится Вот, я просто привыкла к такому У меня такой квас Этот хлебный, я на нем выросла У меня делала его бабушка А бабушку, по-моему, научил делать дед Дед у меня был с Орловской области Так, у меня вот мой помощник ко мне присоединяется Который любит воровать со стола огурцы И тот, который очень любит окрошку Огурчики наши мы отправляем туда в квас Пока их у меня тут воровайка не своровала Все Ихи-хи-хи-хи Так, и следующая Мы берем колбаску Вот, и тут мне тоже Лида помогает очень хорошо Когда мы с ней начинаем в четыре руки Резать колбасу Раздеваем ее Нейкид Нейкид, голая колбаса у нас, да Режем и складываем ее тоже туда Вот, так что окрошка Это у меня с детства я на ней выросла Я к ней привыкла Я ее делаю только так, вот как делает моя бабушка Там в горловке квас делали многие Вот, я не знаю Если на рынок прийти На горловский Вы найдете дрожжи для кваса Там продаются специальные У меня дрожжей этих нет Когда-то мама присылала мне Но это было давно неправда Я поняла, что я просто не могу ждать Пока придет посылка Дрожжи эти были Это были хлебные отруби Это был хмель И обыкновенные дрожжи Наши, которые для выпечки мы используем Это все смешивалось Это все перетиралось Вот, потом это все высушивалось Вот, очень хорошо На солнышке дрожжи сушились Бабушки постоянно Они на балконе стояли На солнышке они высыхали Потом раскладывала по мешочкам Когда надо было, доставала Вот, я постараюсь добыть себе Конечно, отрубей И захмелем надо будет поехать в пивной магазин Вот, но пока я просто взяла хлеб И обычные дрожжи Все это засыпала И все это поставила И все это использовала Квас все равно получился резкий, хороший Но вчера мы ездили на вечеринку И он у меня вечером замерз Потому что он любит, чтобы было тепло Вот, а вчера вечером мы с вечеринки возвращались Было почти 10 часов И уже на улице было Ну, прохладно, холодно не было Но, тем не менее, квас остыл за все эти часы Он когда мерзнет Вот, из него уходит вот эта вот Кусачаясть, да То есть я люблю, чтобы он немножко был кусачий Он сейчас у меня не кусачий Просто вот действительно подходит для супа Ну, уже выглядит очень вкусно Так, вот следушку нарезали Тут все Вот, а теперь у нас вот так вот получился вот супчик Окрошка! Окрошка ням-ням Теперь пора это все посолить И размешивать И пока она размешивается Я Ты будешь лезать Петрушку и укроп Петрушку и укроп Которые нам обязательно нужны Для окрошечки Вот, сейчас мы уже достанем яички Которые наверняка остались И нарежем туда яичек Попробую Попробуешь, ну попробуй Да, ну еще там нету зелени Еще там ничего нету Очень вкусно Очень вкусно Ну, а нам надо еще чуть-чуть посолить Еще чуть-чуть посолить Хорошо Солим Не боимся Потому что у нас сейчас окрошка И яйцо добавляется И оно все впитывает соль Очень быстро Так Петрушечка есть Теперь укропчик Сейчас туда Очень любим зеленья Крошка Так и борщ Она на другой день Очень вкусная Я маленькая была Я любила залазить в холодильник И так Оттуда воровать Вот этот квас С окрошки Потому что на другой день Оно такое вкусное Оно так настоится Оно такое ароматное Я любила так залазить Подсаживать Яички наши Подоспели тоже Они у нас очень свеженькие И плохо почистились Вот это одна проблема Когда свои куры Это то, что яйца Быстро съедаются у нас И потом Я не могу и должен Держать в холодильнике Достаточно Чтобы потом они мне Легко почистились Но тем не менее Это наши Собственные курочки Сейчас уже там Красота и зелень Можно пойти поснимать И показать У нас их не сусок Таких Они наши такие умницы Лида, ты мне там В трусах фигурируешь На видео, да? Нет Нет? Жара у нас Жара ненормальная Папа ставит бассейн Устанавливает Он у нас съемный Этот бассейн Лида немножко помогала ему А я еще Запариваю кухню тем, что Довариваю картошку И варю все Еще я почистила Два яичка Остальные яички Я сейчас буду использовать Для салата Который я вам тоже покажу Картофельно-яичный салат Который готовила моя бабушка На Буковине у нас тоже его готовят Американцы тоже любят Картофельный салат Но у них он с майонезом И он Картошечка теперь почищенная Немножечко остыла Опять-таки Мама и бабушка моя Они любили Картошку Толочь в окрошку Получался Такой вот как бы Картофельно-квасной бульон Вот Я люблю брать Такую картошку Разваристую Которая как бы Вроде кусочками Все будет попадаться Но тем не менее Своим вот таким вот Крахмалом Обогатит основную массу У меня уже Полушка там Моя такая полная Я сейчас посмотрю Если я не смогу Толком Это все Размешать Мне придется Это перелить В кастрюлю Детя мое Уже ходит Тут кругами Как лисица Вокруг курятника Картошка горячая Она Кошка Сейчас чуточку Нагреет Потому Ее бы Сейчас надо В холодильник Поставить Смотрим Как оно У нас Выглядит Сейчас Если мне придется Взять толкушечку И чуть-чуть Эту картошку Все-таки Растолочь Но вообще По консистенции Она нормальная Больше ничего Не надо Все, ребята Я размешала Я ее чуточку Досолидом И вот Наша Окрошечка Наша Окрошечка Такая вкусная Красивая Готова Сейчас мы ее Будем наливать Опять-таки Завтра Она будет лучше Осторожно Когда мы набираем Потому что у нас Огурцы и зелень Все плавают Под верхом И колбаса Вместе с ними Вот Так что Если вы не будете Глубоко зачерпывать То вы наберете Одних огурцов И зелени Ну и как это вкусно Я сама себе Сейчас завидую Вот, ребята Всем Окрошечка От Лады Вернее От моей бабушки Лиды Вот Всем спасибо Кто нас смотрел Возвращайтесь На подсолнечную кухню И будем дальше С вами готовить Пока